Они очень стараются выполнить все, как велела учительница. Первая. Она теперь и вторая мама. 15-я коррекционная школа в Ижевске, еще и интернат. С самого основания учреждения уже 83 года. Здесь учатся детки с нарушениями слуха. Первоклассников в этом году шестеро. Пять мальчиков и одна девочка. Поздравить их пришел глава УДУКТЕЙ. Сегодня начинается новый учебный год. Меня всегда спрашивают, помню ли я 1 сентября. Честно хочу сказать, не помню. Как привели, как начал учиться. Но учительницу свою первую помню всегда. Почему? Потому что она начала прививать любовь к родине, любовь к знаниям. Внимательные и добрые гости малышей привели в полный восторг. На 1 сентября повезло с погодой. Никто и не ожидал солнышка. В 73-й Ижевской школе перестраховались и праздничную линейку провели в актовом зале. Зато бантики, кружева и кипельно-белые рубашки не спрятаны под теплыми куртками и шапками. Маленький традиционный подарок от правительства. Вот они, мячи, для того, чтобы дети были спортивными. И маленький денежный сертификат Марина Анатольевна, чтобы что-то полезное для школы приобрели. В подарки сегодня привезли и в самую отдаленную школу Удмуртии. В деревню Пудем, что на самой границе с Кировской областью, приехал спикер госсовета. Образовательное учреждение очень гордится своими кадетами и готовится к своим собственным выборам. Формировать будут школьный кабинет министров. У нас в кабинет министров входит один представитель от каждого класса. Буквально в начале сентября у нас бывают настоящие выборы в кабинет министров. И выбираем президента детской организации. Настоящий кабинет министров республики и парламент Удмуртии в новом учебном году будут работать по новой федеральной программе улучшения качества образования. Рассчитана она на пять лет. В первую очередь материальное обеспечение этих школ. Это ремонт окон, ремонт полов, замена еще и оборудования, парт, в частности, куви, где надо поменять. Сегодня мы думаем, как восполнить этот шерб и увеличить финансирование в этом направлении. Думаю, что все эти вопросы будут решены. Глава Удмуртии уже поставил задачу перед правительством к 1 января 2016 года подготовить проектно-сметную документацию на новые школы, чтобы стать одним из первых регионов, который получит федеральное софинансирование на их строительство. Марина Баль, Максим Кузнецов, телеканал Майя Удмуртия.